Гоночная серия G-Drive СМП РСКГ готовится закончить сезон. Впереди финальная гонка, которую будет принимать Грозный, а предпоследний, пятый по счёту этап, проходил на перестроенной трассе Игора Драйв, что расположена под Санкт-Петербургом. Петербургский этап главных гонок страны по плану стал завершающим для участников трёх классов. Кроме того, в одном зачёте победитель определился досрочно, а в остальных турнирная ситуация перед финалом заметно поменялась. В топовой категории туринг официальные результаты субботних заездов соответствуют порядку пересечения финиша. В тройку призёров вошли Дмитрий Брагин, Захар Слуцкий и Егор Фокин. Примечательно, что все они выступают на разных моделях. Audi RS3, Hyundai i30N и Lada Vesta. Во второй гонке Брагин тоже пересёк финиш первым, однако судьи посчитали его борьбу некорректной и в итоге перенестили пилота на четвёртое место. Впрочем, Брагин подал апелляцию, так что нынешние результаты числятся предварительными. Пока победителем считается Кирилл Ладыгин. Второе место у Павла Кальмановича, а третье у Артёма Слуцкого. В категории Super Production судьи утвердили итоги без изменений после финиша. Первым стал сам Велос Каянс, вторым — Леонид Панфилов, третьим — Роман Голиков. И снова возле подиума выстроились машины трёх брендов — Subaru, Lada и Honda. В воскресенье заезд выиграл Иван Чубаров. Субботний триумфатор из Каянс сумел получить статус серебряного призёра, а Голиков — вновь бронзового. В Туринглайте фальстарт позволил Андрею Масленникову захватить лидерство, но затем штрафной проезд по пит-лейн отбросил его далеко назад. Пётр Плотников и Николай Карамышев носили на Дмитрия Дудрева, но тот пропустил вперёд только Плотникова. В воскресенье пилотон участников не сумел ничего противопоставить Николаю Карамышеву, который на первых кругах вышел вперёд, создав хороший отрыв. В тройку также пробились Масленников и Плотников. В категории S-1600 утверждённые итоги отличаются от тех, что мы наблюдали на финише. Судьи посчитали борьбу Даниила Хорошуна и Ильи Роцкина некорректной и наказали каждого 10-секундными штрафами, что разом отбросило пилотов на пять позиций назад. Таким образом, второе место официально досталось Станиславу Новикову, третье — Василию Владыкину. И лишь Артём Антонов сохранил статус победителя. Во второй гонке на подиум поднялись Рустам Фатхуддинов, Илья Родькин и Артём Волков. При этом заработанных очков Фатхуддинову оказалось достаточно, чтобы досрочно стать обладателем Кубка России. Продолжение следует...